разбить на крюки. Давайте я поставлю единички на одном крюке, двойки на другом и тройки на третий. Что такое крюк? Поняли ли? Давайте я здесь покажу. Первый крюк получается так. Надо взять самую верхнюю центральную точку и после этого от нее дойти до низа и пойти направо. Вот это точки, клеточки первого крюка. Соответственно, когда вы пойдете сюда, это будет второй крюк. Давайте возьму какую-то диаграмму побольше. Беру диаграмму побольше. Вот это у нее первый крюк. Это второй, а это третий. Так, у меня отродно. Сейчас, пожалуйста, быстро пройдитесь по всем картинкам. И на всех картинках сделайте в точности то, что я сейчас делаю на доске. Понятно, что нужно все время рисовать то справа, то слева. Да. А вертикальное влияние? Это георгия. Это просто без единицы. Никаких проблем. Если горизонтальная, полоска из 13 единиц. Я же говорю, что мое дело работать, ваше дело тоже работать. А если у вас не совпадет со мной, то будем выяснять отношения. Будет 7 вправо, 6 влево. Да, да, конечно. Вот эти вот 4 диаграммы, которые у меня просто не влезли на доску. У вас в тетради места достаточно больше, чем у меня. Но я просто хотел, чтобы всем было хорошо видеть клеточки. Поэтому, не знаю, он был большими. Немножко перестарался. Но... А долго лет назад, когда я еще был студентом, старший курс, а все еще студентом, был такой Наум Ильич Фельдман. Он написал книжку о проблеме Гильберта об рациональности и трансцендентности. Ну, в общем, такой, получается, замечательный преподаватель кафедра теории чисел. И я много лет ходил на его семинары. Он тщательно шмолк всегда, который он сиклеции, и писал чудовищно маленьким, мелким, мелким, мелким почерком. Поэтому у него... Дело в том, что в теории чисел, которой он занимался, там все время были чудовищные формулы. Они жили-были, они и сейчас есть. Установка такая. Там огромное количество формул. В некотором смысле та теория чисел, это такой математический анализ, но тяжелый. Да? Огромное количество сложных формул, там неравенств, всевозможных конструкций, где надо огромное количество букв, просто помнить, что они означают. Так вот, он пишет мелкий мелкий прогнат. И в какой-то момент я подготовил выступление на этом его семинаре. Оно было не очень длинное, но тем не менее я вышел и стал писать вот примерно тем же самым почерком, который у меня. И я помню, как на умный речь, посмотрел и сказал, «Некрасиво», оценил он, так сказать, мой почерк, «но крупно. Это ничего, так можно сказать». То есть он понял, что я никогда не научусь писать так же мелко и разборчиво, как он. Но это особое искусство, фактически, например, мать, там буквально пара человек человек на него так умело писать. Понимаете, да и, кстати, студентам жутко тяжело всматриваться в эту доску, там чуть без луку и надо около доски ходить. Вот. Но вот это вот у меня осталось на всю жизнь, да? Что называется, что я пишу крупно, в надежде, что есть такие же очкальки, как я, которые просто трудно видеть в доске, что называется, когда они стараются. Вот. Итак, просьба нарисовать у себя в тетради эти четыре диаграммы и для них тоже сделать. Так, я дошел до вот этого интересного места. Смотрите, это фэнда картинки, это вот здесь. Поэтому единички я пишу с этой стороны, а двойки я пишу с этой стороны. Так, ну, кстати, здесь заодно сделаю. И осталась простая штука. Надо каждый раз посмотреть, сколько же в первом в руке клеточек, сколько в втором, в третьем и так далее, и выписать соответствующие числа. Поехали. Здесь вот у нас очевидно 7 плюс 6. Так, а здесь сколько? Господа. 5. 8 плюс 5. 8 плюс 5. Отлично. Здесь в первом гюрке, считайте. 7. 7. 7. 5. 1. 1. 1. 1. Отлично. Мы сейчас все-все-все-все сделаем, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 плюс 4. Отлично. Отдавайте быстрее. 8, 4. 1. 1. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это семь плюс три плюс три плюс два плюс один. Так, это что такое? Это вот здесь, правильно? Вот эта картинка относится к этому. Значит, здесь у нас один, это плюс три плюс девять. Так. Девять, три, один. Это вот на этой картинке. Здесь все просто. Здесь это просто-навросто число тринадцать. И на этой диаграмме... 11 плюс два. 11 плюс два, молодцы. Так, скажите мне, пожалуйста, есть ли еще что-нибудь, что я забыл? Четыре диаграмма, которые не нарисованы. Да. Да, спасибо. Первые задачи, которые мы сегодня решаем, поставил Леонард Эйнер. Между прочим, он пришел к этому абсолютно не от таких вот рисунков, кавидаторик. Он пришел к этому из математического анализа. Книга, в которой рассказывал про Леонард Эйнер и Четные слагаемые, называется «Введение в анализ бесконечных». Там он занимался перемножением степельных рядов и обнаружил теорему. Любое число может быть разбито на попарно различные слагаемые столькими же способами, сколькими это число можно разбить на нечетные слагаемые. Нечетные уже не обязательно разби. Пожалуйста, смотрите на наш доступ и ищите, есть ли какое-то разбиение на попарно различные слагаемые, которое встретилось два раза. Или есть ли какое-то разбиение, которое ни разу не встретилось. Проверяйте. Вот как можно число 13 разбить на разные слагаемые? Ну, либо 13, просто 13. Есть такое разбиение вот здесь. Либо 12 плюс 1. Есть переменки 12 плюс 1? Да, это самое быстрее. Это где? Это вот здесь, да? Да, 12 плюс 1, отлично. Либо 11 плюс 2. Снимаете, да? Ну и так далее. Я не буду показывать всем. Ребята, проверяйте. Проверяйте. Это на первый взгляд непонятная штука. Почему разбиение на нечетные слагаемые ровно столько же, сколько разбиение на попарно различные слагаемые? Так вот, на самом деле, на доске нарисовано доказательство следствия. Давайте подумаем, что называется... Это не доказательство Эйлера. Доказательство Эйлера по помощи степенных рядов я сегодня не буду рассказывать. На самом деле, у нас не раз была лекция об этом, так что вы можете легко найти видео, где все это рассказано. Господа, просто чтобы не отвыкаться от комбинаторики, сейчас вы должны понять, что когда есть разбиение на нечетные слагаемые, то первый крюк, очевидно, содержит клеточек больше, чем все остальные. Это правда, да? Да. Очевидно, правда. В первом крюке клеточек больше, чем даже во втором. Смотрите, почему? Потому что на горизонтали в первом крюке ровно на одну клеточку больше. А по вертикали бывает по-разному. В принципе, они могли быть на одном уровне, но в любом случае, первый не ниже, чем во втором. В принципе, господа, в первом крюке клеточек больше, чем во втором. А вот дальше замечательная идея, состоящая в том, что если вы из этой картинки уберете первый и второй крюк, то у вас получится и вот так вот соедините, то у вас получится опять-таки картинка того же типа, что у нас было. Значит, у кого есть видные карандаши, сделайте простую штуку. Пройдите по рисунку и везде. Заштрихуйте, закрасьте, обведите, что хотите, делайте. Единицу и двойку вместе. И поймите, что если после этого вот так вот сдвинуть на одну клеточку, здесь и здесь, да, вот это вниз вообще треслость, а здесь на одну клеточку сдвинуть лево-право, то у нас получится опять картинка того же типа, который мы сейчас обсуждаем. Я не хочу без идеи это делать, мне кажется, что это будет меня очень понятно. Вот. А из этого, смотрите, что следует. Из этого следует, что третьих больше, чем четвертых, пятых больше, чем шестых, то, что даже нахуй здесь и так далее. Так, единственное, надо понять, почему на нашей картинке третьих обязательно меньше, чем вторых. Если бы мне кто-нибудь это понятно объяснил, было бы хорошо. Господа. Ну, у третьего высота меньше, чем у второго. И больше. Высота у третьего может быть такая же, как у второго, то больше не может быть, да. На единицу меньше. Правильно. Даже если высота та же самая, то второй идет до самого низа, а третий раньше останавливается. То есть, даже если они будут одной высоты, а бывает, что третий пониже, но даже если одной, то тогда на единицу будет отличаться. Ну, а горизонтальных в силу симметрии меньше. Так, идею все понятны. Таким образом, я не знаю, как из другого разбиения на нечетное излагаемое получать разбиение на попарно различное излагаемое. А вот сейчас нужно научиться делать обратную операцию. господа, давайте я решу какое-нибудь хитрое разбиение на попарно различные излагаемые. Только уже не числа тринадцати, а какого-то такого серьезного большого числа. Ну, например, давайте я запишу так, двадцать один плюс восемнадцать плюс десять восемь шесть пять ну и, например, два. Согласны, что это достаточно случайный набор чисел? Вот я честно не думал, я написал просто. Единственное, я следил, чтобы там не было миллионов и тысяч, потому что мне сейчас такое количество клеток придется рисовать. Вот, но в остальном числа совершенно любые. Объясню, как рисовать диаграмму, которая даст именно такое разбиение на крюки. Ребята, для того, чтобы это сделать, пожалуйста, еще раз посмотрите сюда. Понял? Пожалуйста, еще раз посмотрите сюда. Или посмотрите сюда. Что здесь произошло, когда я вырезал у меня фактически эти два слагайна полностью исчезли. Правильно? Значит, надо решить задачу для этих, а после этого вставить туда вот эти два слагайна. Хорошо? И еще одна идея. Как узнать вот эту штучку? А очень просто. Вот смотрите, здесь форму клеточек. Здесь клеток на одну меньше, чем здесь. Поэтому я должен от большого слагаемого отнять единицу и второе по величине слагаемое. И вот это и будет количество этих клеточек. В данном случае 21 минус 1 и минус 18 сколько будет? 2. Значит, я уже знаю высоту самого верхнего кусочка это 2. И вот сейчас я должен мысленно запомнить это замечательное 2. Мысленно вот это вот взять. Дальше 5 слагаемых. А то же самое. Первые 2 здесь разность и еще будет на единичку поступать. Следующие 2 слагаемые убирают. ребята мне осталось мне осталось нарисовать диаграмму которая соответствует числу 2. Мы справимся или нет? Да. Что соответствует одному слагаемому двойке? вертикальная кримас единственным образом соответствует вот такая диаграмма. Согласны? В техниках ничего подслагаемых 1 плюс 1 отлично. А вот теперь нужно понимать что на самом деле это не просто 2 а это 2 с этой стороны пустая диаграмма. Значит нужно сейчас нарисовать вот это 6 минус 5 минус 1 сколько будет? 0 Значит я должен сейчас на одном и том же уровне нарисовать эту самую шестерку и пятерку но и при этом заметьте пожалуйста у меня еще вот эти две клеточки должны что называется в угол крюка хорошо встать. Это значит что я здесь рисую две клеточки я здесь рисую две клеточки ну и мне кажется что дальше все понятно я должен нарисовать число 6 сам что не знаю естественным образом вот оно число 6 и после этого с этой стороны это я рисую число 5 пожалуйста меня проверяйте пожалуйста меня проверяйте значит вот это вот первый крюк из шести клеток это второй крюк и это у нас теперь третий крюк 2 плюс 5 плюс 6 отлично отлично теперь начинается работа с этими двумя слогами пожалуйста полный внимания сейчас так просто понятие что значит 10 плюс 8 мы уже договорились будет выступать на одну клеточку согласны отлично теперь вопрос куда куда что вставлять как вы считаете а вставлять на самом деле нужно вот по этой линии нужно вставлять по этой линии потому что мы там вырезали один и два соответственно сейчас это то есть я сейчас должен сделать очень простую штуку я должен перерисовать вот это но единственное сдвинуть номера крюков на двойку увеличить азер в этом месте нарисовав в этом месте нарисовав две свободные клеточки вот так я их рисую да теперь я совершенно понятным образом значит рисую что вот это вот у меня свободные клеточки да это свободные клеточки теперь здесь смотрите что идет здесь идет вот эта вот диаграмма то есть я рисую очень важно сейчас понять эту идею там где были единицы я везде пишу тройки я везде пишу тройки вот так вот три там где были тройки я пишу соответственно пятерки пять пять и с этой стороны там где были двойки я напишу четверки ребята пожалуйста попытайтесь это что называется понятие настоящее четверки 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 вот а вот теперь наступает интересный момент я должен понять как же выглядит это десять плюс восемь посмотрите здесь будет что-то это постамент на котором стоит эта вся картинка вот это вот единички сюда вот эти самые наши единички идут и по-моему я уже говорил насколько будет наступать помните говорил на единички 2 2 2 так сейчас вот здесь вот 2 2 2 2 2 вот это мы знаем точно и здесь то же самое 1 1 1 1 это мы тоже знаем точно а теперь смотрите у нас не может ни двойка ни единички сюда вылезти потому что тогда осимметрия нарушится а вот единица на одну клетку вполне может и даже должна из-за этой единицы здесь будет у нас 1 отлично теперь считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а должно быть 10 значит на самом деле пририсовывается всего одна клетка если бы было больше то пририсовалось больше 1 2 3 4 5 6 7 а должно быть 8 ну точно так же с этой стороны тоже пририсовывается одна пожалуйста меня везде проверяйте правильно ли получилось правда ли что получилось вбиение 10 плюс 8 плюс 6 плюс 5 плюс 2 отлично остался последний шаг в чем состоит последний шаг опять надо раздвинуть эту картинку по вертикальной прямой на одну клетку влево на одну клетку влево вправо и перерисовать вот это к сожалению немножко занимает клетку влево ничего так сколько здесь клеток 5 плюс 6 это 11 это 12 13 значит я должен в любом случае нарисовать 13 клеток что называется уж меньше нельзя хорошо так да еще здесь может быть 6 штук так 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 извините если я немножко не просчитал размеры так нормально нормально значит это у нас 13 да и нет теперь я здесь ставлю наши двойки 1 2 3 4 4 5 здесь ставлю сейчас помешившимся 5 6 1 а я 6 2 поставил не по делу я поставил 6 2 не по делу а должно быть вот так так все нижнюю строчку я нарисовал теперь над ней я рисую 4 4 4 2 4 4 4 2 так и с той стороны рисую единицу с 4 тройками так единица с 4 тройками справился стол конечно ужас я забыл прибавлять двойки ребят давайте делаем так ничего страшного я просто потом перерисую картинку с увеличением потому что иначе я сейчас вообще запутаюсь так значит надо было сюда вот надо было сюда еще написать 4 4 4 2 2 2 да и туда соответствующая штука соответствующая штука встает в которой написано 1 3 5 1 3 5 ну и наконец сюда встает единица отлично вот теперь надо написать те самые вот числа 21 и 18 напоминаю выступать должно на 2 клетки давайте соображать что это в данном случае означает так вы правильно перечисали про релик пожалуйста вы правильно выступать должно на 2 клетки и картинка симметричная относительно этой прямой это означает что сюда точно надо нарисовать сюда точно надо нарисовать и выступать на 2 клетки это значит надо нарисовать вот так господа я все понял итак вот здесь пошли клеточки 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 раз два три четыре пять шесть семь теперь здесь еще пойдет восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать 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 еще семь да раз два три четыре пять шесть семь вот такой будет ужас и в эту сторону точно так же пойдет до обстоятельства я думаю что сейчас все таки имеет смысл эту картинку уже надевается нарисовать большую и красивую чтобы действительно все до конца не ты не понятный где уже не буду рисовать не буду рисовать что теперь надо сделать надо во-первых прибавить двойку ко всем числам которые здесь есть во-вторых единицу написать сюда двойку написать сюда очень советую себя в тетради не полениться это сделать